МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однажды профессор на одной из лекций представил нам новенькую. В этот момент я почувствовала легкое прикосновение к своему плечу. Оглянувшись, увидела маленькую сухонькую старушку, улыбающуюся мне так открыто, что невольно улыбка озарила и мое лицо. «Привет, красавица, меня зовут Роза. И мне 87 лет», — сказала она. «Могу я присесть рядом?» Я заулыбалась и подвинулась, чтобы уступить ей место. «Конечно, присаживайтесь. А могу я узнать, что привело вас в университет в столь невидном возрасте?» Мне вдруг захотелось шутить. «Я здесь, чтобы встретить богатого мужа и нарожать ему кучу детей, подмигнув мне, парировала старушка. А если серьезно, Роза нравилась мне все больше и больше. Меня заинтересовали мотивы появления здесь этой весьма пожилой женщины. А если серьезно, я всегда хотела получить высшее образование. И вот я здесь», — ответила Роза. Роза стала душой компании почти всех студенческих тусовок. «В конце семестра мы пригласили ее произнести речь на выпускном вечере. Когда она шла к трибуне, листки со шпаргалками выпали из-за ее рук. Смутившись, Роза попыталась подобрать их, но собрала далеко не все листочки. Я уже не соберу шпаргалки, поэтому позвольте просто сказать мне, что я думаю». «Мы не перестаем играть», — сказала она, — «потому что мы взрослеем. Мы взрослеем, потому что перестаем играть». Есть всего лишь несколько составляющих вашего успеха, молодости и счастья. Вы должны улыбаться и каждый день находить что-то смешное в жизни. Вам необходима мечта. Когда вы перестаете мечтать, вы умираете. Вокруг нас столько людей, которые мертвы, и они даже не догадываются об этом. Есть огромная разница между старением и взрослением. Если вам 19, и вы целый год будете валяться на диване и ничего не делать, вам станет 20. Если я проваляюсь на диване целый год и ничего не буду делать, мне исполнится 88. Нет ничего сложного в том, чтобы стать старше. Нам не нужен талант или дар для того, чтобы постареть. Дар в том, чтобы открывать новые возможности для себя в переменах. Не жалейте ни о чем. Старые люди обычно не сожалеют о сделанном. Они скорбят о том, что они не успели сделать. Боятся смерти только те, в ком есть много сожаления. Закончив свою речь фразой с уважением. Роза, старушка вернулась на свое место. Мы все молчали. Переваривая услышанное. Через год Роза получила высшее образование, о котором она так долго мечтала. А еще через неделю она тихо умерла во сне. Более двух тысяч студентов пришли на ее похороны. В память о том, что эта маленькая светлая женщина научила их быть теми, кем они могут и хотят быть. Ну а теперь здравствуйте. В эфире СЛОК-ТВ в студии Людмила Суверток. В эфире итоги прошедшей недели. В четверг состоялось заседание Думы городского округа. На заседание прибыли 18 депутатов. В РУМ есть и депутаты приступают к работе. На повестке шесть основных вопросов. И седьмой разные. Все вопросы обсуждены согласно рекламенту на заседаниях профильных комиссий и теперь вынесены на утверждение собравшихся на заседание депутатов. Первым вопросом повестки внесение изменений в устав городского округа, основной документ территории, регламентирующий жизнедеятельность и определяющий функции местного самоуправления. Депутаты своим решением в том числе определили, что теперь они вправе осуществлять контроль по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения. Внесение изменений предоставило им право оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В ходе работы депутаты заслушали и приняли к сведению отчет о деятельности счетной палаты за 2017 год. Счетная палата сделала акцент на недопустимость нарушений в распоряжении бюджетными средствами различными распорядителями. Потому как нарушение финансовой дисциплины, естественно, снижает эффективность и экономность средств городского бюджета. Отчет, который представила депутатом председатель счетной палаты Галина Грищенко, был принят депутатами к сведению. Отчет очень качественный, как всегда. Дума проголосовала одиногласно. То есть полностью нас устраивает. При обсуждении вопроса по внесению изменений в решение Думы о порядке организации голосования при отборе общественных территорий для формирования современной городской среды, депутат Владимир Коптяев поднял вопрос о лицензировании и контроле безопасности детских игровых площадок, в частности на Кунарской 4. Мы считаем, что есть специализированные организации, которые должны заниматься качеством поставленного оборудования и, соответственно, нести ответственность за то оборудование, которое они поставили. Родители сейчас достаточно требовательны к сохранению здоровья и жизни детей. Поэтому все, что мы делаем на благо городского округа, должно, конечно же, нести определенный результат. То есть ответственность возлагается на ту организацию, которая является поставщиком, и контроль, естественно, должен находиться на уровне городского округа и той организации, на которую возложены данные полномочия. Единогласно депутаты проголосовали за ходатайство, о награждении почетной грамотой, за профессиональное мастерство и добросовестный труд педагога-психолога медицинского колледжа Жанны Диденко, главного экономиста муниципального унитарного предприятия «Горкомсети» Татьяны Ивановой и мастера участка Александра Лешукова. Депутаты также рассмотрели и приняли к исполнению протест городского прокурора по приведению в соответствии одного из пунктов правил благоустройства и озеленения. Это Семплюс, и я продолжаю знакомить вас с событиями за неделю. Приоритетной задачей здравоохранения является, по мнению президента, развитие и укрепление первичного звена. О том, как выполняется эта задача, доложила на одном из совещаний главы, главный врач районной больницы Марина Веременко. В нашем здравоохранении врачи стараются активнее проводить диспансеризацию населения. Для этой цели для работающих один раз в месяц выделяется даже субботний день. По активному выявлению пациентов с высоким уровнем сердечно-сосудистых и других заболеваний работает Центр здоровья. Проводится самостоятельный тромболизис, то есть растворение тромба. И паршрутизация больных в лечебные учреждения 2-й и 3-й уровней, то есть в Каменск-Уральске, Азбест или Екатеринбург. Тем не менее, смертность, несмотря на все усилия, продолжает превышать цифры рождаемости, которая в прошлом году снизилась. Более всего у нас люди умирают от сердечно-сосудистых болезней, онкозаболеваний, травм и болезней поджелудочной железы и других органов пищеварения и дыхания. Обнадеживает цифра роста продолжительности жизни. У женщин она выросла с 65,8 лет до 67,5, у мужчин с 61,9 до 63,5 лет. Не прекращаются жалобы пациентов на работу регистратуры. С целью решения услуг и повышения качества обслуживания в регистратуре поликлиники организовано два дополнительных окна. Выделены должности старшего регистратора и администратора. Для удобства в поликлинике организован вечерний прием, который длится до 20 часов. Для жителей района начала работу выездная поликлиника. За прошлый год принято на работу 15 врачей, семеро из них после интернатуры, но 12 по разным причинам уволены. Среднего медицинского персонала принято 33 человека, уволены 42. Между тем, средняя заработная плата среднего медперсонала 22 тысячи рублей, а младшего с октября прошлого года поднялась с 19 тысяч до 29. Главными задачами на нынешний год, по словам главного врача, остается задача снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкозаполеваний, повышения качества и доступности медицинской помощи. Диспансеризация в этом году подлежат граждане 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94 и 97 годов рождения. В третью субботу каждого месяца поликлиника проводит единый день диспансеризации. Последняя диспансеризация прошла 27 января, а следующая падает на 17 февраля. Подробности вы можете узнать по телефону 444-07. Кстати, маммографию в этом году могут пройти женщины 50, 54, 56, 60, 62, 66 и 68 годов рождения. В эфире итоги недели. Год добровольцев и волонтеров только наступил, а у молодежного центра уже есть что сказать. С сообщением о том, что уже сделано волонтерами городского округа, на совещании у главы отчитался директор городского молодежного центра Елена Камаева. Волонтерская деятельность и ее вклад в решение важных вопросов социального характера сегодня неоценимы. Этот факт признан на самом высоком уровне. Не случайно год объявлен президентом Годом добровольца и волонтера. Добровольчество позволяет повысить качество жизни, привлечь в социальную сферу внебюджетные средства, культивировать идеи взаимопомощи и взаимовыручки. Важно, что у нас добровольческое движение объединяет и детей, и взрослых, педагогов и родителей. При общении к волонтерству учит интересно жить и правильно мыслить, ощущать сопричастность к тому, что происходит вокруг, стремиться к участию в общем деле. Все это меняет жизнь на лучших началах, естественно. Много добрых дел на счету будущих медицинских работников, школьных и подростковых коллективов вожатского отряда «Наши» из Центра дополнительного образования, Омега и школ номер два, Советы работающей молодежи, городского молодежного правительства. Но многое из того, что предстоит, еще впереди у тех, кто открыт для общения, чей ум пытлив, а желание делать добрые дела, выше лени и равнодушия. Сегодня направление деятельности наших добровольческих отрядов, а на нашей территории зарегистрировано аж 33, это экология, пропаганда здорового образа жизни, противопожарные мероприятия, организация досуга, участие в благоустройстве территорий, ну и, конечно же, шефская работа. Изучение оперативной обстановки в городском округе, по словам заместителя главы Виктора Гонина, показывает, что на территории среди тех, кто продолжает или впервые пробует наркотики, распространение все больше получают синтетические наркотические и психотропные вещества. В связи с их низкой ценой и упрощенной схемой приобретения. Они распространяются по стрицам заказа через интернет и получения в виде закладок. Денежные средства переводятся с использованием банковских карт или электронных платежей. При ликвидации очередного вида наркотика, наркозависимые переходы на другой. Массовой торговли, хотя и не ведется, но те, кто решил тратить свою жизнь понапрасну и зависеть от смертоносного зелья, находят то, что и ищут, чего бы им это не стоило. На других близлежащих или отдаленных территориях. Так что работа антинаркотической комиссии в прошлом оценена положительно. В городе на сегодня органами внутренних дел не выявлено ни одного притона, нет организованных интернет-магазинов. Количество тех, кто впервые поставлен на учет в районной больнице в прошлом году, равно цифре 9. В 2016 году таких подростков, кто рискнул попробовать наркоту, было трое. Роль и активная работа городской антинаркотической комиссии по сему остается на сегодня актуальной. На прошлой неделе 100 лет со дня рождения отметила комиссия по делам несовершеннолетних. Воспитание детей и подростков всегда теперь кажется особенно одной из самых актуальных проблем. Дети дошкольного, а затем и школьного возраста изначально проходят адаптацию в устоявшейся социальной среде, которая является, собственно говоря, нашим обществом. Именно в это время как раз и задаются нормы общественного поведения, связанные с ними запреты и нормы защиты детей. В подростковом возрасте, когда подросток осознает нормы поведения в обществе, а позднее законы общества, могут наблюдаться различные осознанные или неосознанные отклонения в поведении. Источником решения проблем в период взросления и отклонения от общественных норм вот уже 100 лет является комиссия по делам несовершеннолетних. В нашем городском округе на протяжении 15 лет комиссию по делам несовершеннолетних, куда входят 13 заинтересованных взрослых, возглавляет Елена Горелова. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних координирует работу всех подразделений, добиваясь при этом по возможности максимально лучшего эффекта в деле решения проблем защиты от насилия, жестокости, родительского произвола и негативного влияния окружающей среды. В период создания комиссии в далеком 2018 году главной задачей комиссии была борьба с призордностью, рассмотрение уголовных дел, определение способа наказания, изоляции подростков от общества, которая постепенно сменилась на оказание медицинской, психологической, педагогической и социальной помощи несовершеннолетним. Функцию защиты прав детей, которая стала приоритетной задачей, комиссия несет на протяжении всех лет своего существования. В январе комиссия по делам несовершеннолетних отметила свой вековой юбилей. И как ходится всех собравшихся, тех, кто неустанно трудится на ниве образования, здравоохранения, трудоустройства детей, подростков и их родителей, детских психологов, специалистов в социальной политике, молодежного центра, работников культуры, социологов, работников подразделения по делам несовершеннолетних при отделе внутренних дел, прокуратуры, собрали вместе, чтобы сказать им слова благодарности за их труд. Торжество началось с выступления самых маленьких воспитанников, которые придали встрече своим выступлениям момент торжественности, настроили на праздничную волну. На встрече, посвященной столетию комиссии по делам несовершеннолетних, были приглашены ветераны службы, те, кто работал в комиссии ранее. Слова поздравлений, цветы, улыбки, сувениры – за всем этим неустанный, каждодневный труд добрые сотни людей, которые по долгу службы и золу сердца приходят к детям, чтобы помочь, навещают семьи, чтобы убедиться в необходимости, влиянии и дальнейшем сопровождении. Случайных среди них нет, а если и случается, то задерживаются такие на этой работе недолго. Обстоятельства несовместимости вытесняют случайных людей из-за бойма бойцов за детские души. Некоторым из вас уже, наверное, приходилось держать в руках новенькую купюру достоинством 200 или 2000 рублей. А если еще не приходилось, то посмотрите, как они защищены от подделок. Вот их некоторые степени защиты. Подносите свой смартфон и видите реально, что купюра не поддельная, а подлинная. Также, собственно говоря, установив в смартфон мобильное приложение, можно легко проверить и подлинность купленной бутылки спиртного, водки или вина. Более половины банков, расположенных на территории области, уже завершили настройку банкоматов для выдачи купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Окончательная адаптация банкоматов и терминалов к работе с новыми купюрами должна завершиться в течение первого-второго квартала нынешнего года. Отказы, кстати, в приеме новых купюр незаконны. Некоторые организации неохотно берут новые деньги, потому что сложность в том, что каждую купюру приходится проверить на подлинность через специальное мобильное приложение, что увеличивает время расчета с покупателями. В то же время торговцы отмечают и удобство новых банкнот. По словам работников магазинов, купюры достоинством 2200 рублей существенно облегчают выдачу сдачи покупателям. Федеральная антимонопольная служба ФАС России опубликовала инфографику, которая объясняет, от чего зависят стоимость бензина и солярки. По данным, на 22 января средняя стоимость бензина АИ-95 составляет 41 рубль 8 копеек. Как уверяет Федеральная антимонопольная служба, в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива налоги составляют порядка 65%. Таким образом, если бы 95-й на всех этапах от добычи нефти до ее реализации потребителю не облагался налогами и сборами, его стоимость составляла бы примерно 14 рублей 38 копеек за 1 литр. К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений отнесено утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной или безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в сухоквартирных домах. Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования 20 декабря прошлого года. Депутаты Государственной Думы решили увеличить список льготников при оплате капитального ремонта. Соответствующий документ был внесен в Нижнюю палату. Закон вводит льготы для семей, в которых совместно проживают неработающие граждане старше 70 или 80 лет и инвалиды 1 и 2 групп. Сегодня вы уже можете записать своего ребенка в первый класс. Всего в этом учебном году в городском округе открывается 27 первых классов, которые примут почти 600 первоклассников. Больше всего 5 первых классов откроются в школе номер 17. Кстати сказать, лицей номер 17 стал обычной общеобразовательной школой. Статус в соответствии с условиями и реалиями приведен. Далее идет школа номер 7, там планируется 4 первых класса. По 3 будет в гимназии, 2 и 5 школах. Дворец культуры «Кристалл» приглашает вас, уважаемые сухоложцы, в феврале приятно провести вечерние или дневные часы своего досуга в зрительном зале дворца, услышать любимые голоса самодеятельных артистов и приезжих гастролеров. 12 февраля в 14 часов вы сможете напитаться эмоциями на интерактивном спектакле-концерте «Широкая масленица». В 18 часов 12 февраля перед вами выступит группа «Сансоворот» с программой «Голоса времен» из Екатеринбурга. Группа является победителем конкурса «Призвание артист» 2017 года и участниками шоу «Уральские пельмени» и «Поле чудес». 18 февраля вас ждут на концерте «50 оттенков юмора». Ждет вас заслуженная артистка России, главная свекруха России Светлана Рожкова. А в Школе искусств открыто и будет работать до 14 февраля выставка работ живописи Александра Захваткина «Красота вокруг». Кстати, интересен факт, что самые употребляемые слова из нового словаря за прошлый год, которые набрали больше всего голосов, это «ореновация», то есть процесс улучшения без разрушения целостности структуры. «Биткоин» — компьютерная программа с виртуальными деньгами, «Хайп», то есть раскрутить, раздуть и «Баттл» — бесправные сражения, соревнования в творчестве, мастерстве. Дмитрий Барбашин, в прошлом глава крестьянского хозяйства в селе Знаменском, продолжает борьбу за существование. На прошлой неделе город посетил министр сельского хозяйства области Дмитрий Дегтярев. Он посетил сельхозкооператив «Спас», который объединяет на сегодня 19 хозяйств, производящих сельхозпродукцию. «Спас» купает ее и хранит, и готовит к продаже. Сегодня фермеры могут рассчитывать на гранты и субсидии. Какие суммы ждать аграриям в этом году, рассказал на совещании в Свердловском правительстве представитель Минсельхоза России Владимир Свеженец. Он также был здесь с рабочим визитом. На этот год запланировано на начинающего фермера не менее 3 миллиардов 700 миллионов рублей. На поддержку семейных животноводческих ферм — 3,5 миллиарда, а по грантовой поддержке материально-технического обеспечения кооперации — 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это только федеральных средств. С субъектами будет получаться более 2 миллиардов рублей. Это значительная поддержка. Заявки на гранты начнут приниматься уже нынешней весной. Руководство этого сельхозкооператива через год тоже собирается подать документы уже во второй раз у фермеров далеко идущие планы. Я имею в виду фермеров СПАСа. Запустить два завода по переработке молока и мяса. Пока СПАС специализируется в основном на овощах. Городские бани с начала февраля переходят из одного МУПа в другой. То есть были в муниципальном унитарном предприятии Горкомхоз, а станут принадлежностью жилком сервиса. Шаг сделан с точки зрения логики. Кто готовит и подает пар, тот и будет содержать предприятие. Народные новости. По стационарному телефону жалуются жители в трубке, довольно отчетливо звучат другие голоса. Двое общаются и на проводе еще пара. Затем рассказывают друг другу истории и чужие новости. Жители одного из подъездов в доме номер 8 по улице Милицейской трое суток оставались без воды. Промерзла труба из полипропилена. Попытки отогреть трубу коммунальщиками дали обратный результат. Труба не подлежит нагреву и при температуре начинает плавиться. Управляющая компания обещала ускориться и помочь. В 17.30 в пятницу стало известно, что все-таки удалось заменить 6 метров трубы и подача воды была возобновлена. К тому же в квартирах по этому стояку воздух прогревается до 17-18 градусов. И то при условии, если включены газовые горелки или обогревательные приборы. Управляющая компания Сухоложская обещала разобраться и решить и этот вопрос. Из дома на Победе 2, попавшего в список ветхого и аварийного жилья, выезжают или уже выехали по другим адресам все собственники и арендаторы. Те, кто занимал помещение первого этажа, который теперь не отапливается и стал непригодным для двух объектов торговли, парикмахерской и адвокатской конторы. И под занавес позвольте фразу дня. Не живите каждый день, как будто он последний, живите, как будто он первый, говорят те, кто мудрее нас. И вряд ли стоит бояться ошибок. Ошибки называют знаками припинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла. И вот еще что. Послушайте мысли поэта о предстоящем событии, которое стало для наших многих спортсменов приговором. Сейчас это бурно обсуждается в соцсетях. И как отклик на события в мире спорта в связи с предстоящей Олимпиадой в Корее лучше всяких слов о выдержке и стихотворении Константина Фролова-Крымского. Все в мире переменчиво и тленно. Настало время и пяти колец. Забытые идеалы Кубертена повсюду правит золотой телец. Как в Балагане на дешевой сцене, где заправляет дьявол во плоти, вас нагло опускают на колени и требуют униженно ползти. Для них и ложь, и правда, все едино. И будет не по правилам игра. Вы веруете в честный поединок, а за столом напротив шулера. Они вас поприветствуют у входа, измазав черной грязью за глаза. У них в руках крапленная колода, а в каждом рукаве по два туза. И вам уже условия создали, чтобы свести на нет ваш тяжкий труд. А если и добудете медали, не факт, что их потом не отберут. Это все, что произошло за прошедшую неделю, которую мы прожили вместе с вами. Мы постарались рассказать вам в этом эфире об основных событиях, которые произошли за четвертую неделю наступившего года, которые так или иначе касались нас с вами. Рассказать обо всем, что нам удалось узнать и увидеть за прошедшую неделю. Рассказали, как и чем ров город, что его заботило, что радовало и беспокоило. Это были итоги недели. И не забывайте, что любой из вас может воспользоваться услугами квадрокоптера, потому как съемка с высоты сверху придаст любому мероприятию, которое станет со временем историческим, свадьбе, юбилею, гулянию на праздники, незабываемый шарм, художественный колорит, сделает картинку события красивой и неповторимо яркой. Также съемки с квадрокоптера могут быть полезны для любого недвижимого объекта, предприятия, здания, сооружения, загородного дома или участка. Всех благ. До встречи в следующий понедельник. Надеюсь.